В 21-й Сыктывкарской школе каникулы продлятся еще как минимум неделю. Новость появилась накануне на официальной странице учреждения в соцсети. Впрочем, впервые информацию об ученике с подтвержденным диагнозом корь опубликовали еще 26 декабря 2023 года. В исполнении предписания Роспотребнадзора 26 декабря 2023 года подтвержденный факт заболевания учащегося корью. Все праздничные мероприятия, утренники отменяются. Ребенок уезжал за пределы города Сыктывкара, он не привит. У данного ребенка лабораторно подтверждена корь. В этой же семье заболел второй ребенок, ребенок также не привит. Лабораторного подтверждения пока еще нет, но тем не менее, не учитывая то, что ребенок был в тесном контакте со старшим. И кроме того, есть еще и особые клинические проявления у кори. Здесь тоже идет подозрение на корь. После 10-летнего перерыва корь впервые напомнила о себе в прошлом году. В феврале 2023 года 138 жителей региона попали под особое наблюдение медиков. Все они оказались в одном самолете с заболевшим человеком. И весь инкубационный период, а это 21 день, к ним было пристальное внимание. Тогда никто не заразился. Уже в августе санитарные врачи официально опубликовали информацию о четырех зарегистрированных случаях кори в нашей республике. Всего за год заболеваемость корью в России выросла в десятки раз. И это только по официальным данным Роспотребнадзора. С 2023 года в Российской Федерации, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула неиммунных к данным инфекциям лиц. Во всех регионах страны с апреля 2023 года проводится подчищающая иммунизация, вакцинация непривитых и неболевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых. Эта мера позволяет укрепить коллективный иммунитет против кори. На сегодняшний день в ходе текущей кампании привито порядка 78% от числа подлежащих иммунизации. Именно вакцинация – самый действенный механизм в борьбе с корью. Первую партию иммунитета получают в 12 месяцев, затем в 6 лет. И все же раз в 15 лет врачи советуют проверить иммунный статус против кори. Если антител немного, нужно сделать ревакцинацию. Для населения, конечно, это опасная инфекция, особенно для детей и взрослых, которые не болели кори в детстве и не прививались против кори. Там часто осложнения бывают со стороны верхней дыхательной пути, нижней дыхательной пути и центральной неносистемы. С 2023-го в Коми зафиксировано 15 случаев кори. 7 из них – завозных. Чаще всего возвращаются жители республики с таким вирусным багажом из Москвы и Дагестана. И львиная доля из них не привиты. Сегодня в регионе решили вопрос с дефицитом вакцин против кори. Они поступили в поликлиники в нужных объемах. Виктория Палкин, Алексей Поршуков, Дмитрий Булаев, Телеканал Юрген.